Со следующего года красноярцы будут платить за капремонт своих домов гораздо больше, но ждать его по-прежнему десятилетиями. Такое заявление сегодня сделал министр энергетики ЖКХ Края Андрей Резников. Об изменениях в жилищном кодексе наш сюжет в вопросах и ответах. Что изменится с 2014 года в капремонте многоквартирных домов? Изменится механизм накопления денег на капремонт. Если сейчас средства собираются на счету дома, то с января 2014 будут уходить в общегородской фонд. Сохранность гарантирует государство и уже оттуда распределяться по конкретным адресам. Это означает, что в этом году будут ремонтироваться одни дома, а деньги в этом фонде собираются со всех домов. Получается как бы перекрестная помощь друг к другу. Те жители домов, которые уже отремонтированы, они все равно будут продолжать платить для того, чтобы компенсировать затраты по ремонту своего дома и уже накапливать деньги на капитальный ремонт следующего 25-летнего периода. Кто будет решать, какой дом капиталит сейчас, а какой через 5 лет? На первых порах решать будут городские власти, поясняют специалисты министерства ЖКХ. Но красноярцам обещают открытые объяснения, почему для ремонта выбран именно этот дом, а не другой. В сети будет специальный сайт. Кстати, аварийные дома в новой системе вообще не участвуют. Их по поручению президента к 2017 году быть не должно. На это краю потребуется около 15 миллиардов, заявил министр Андрей Резников. Насколько вырастет плата за капремонт? Точную цифру в министерстве обещают назвать осенью. Сейчас идут подсчеты. Возможно, предполагают чиновники, цена вопроса будет равняться федеральному стандарту стоимости капремонта. Для Красноярского края федеральный стандарт является 6 рублей. Мы в среднем сейчас платим за капитальный ремонт рубль где-то 20. Ну, где больше, где меньше. То есть рост возможен в 5-6 раз. Но только так, уверены авторы проекта, можно будет капиталить российские дома, как положено, каждые 25-30 лет. И, по всей видимости, сборы на капремонт будут только расти. Власти сами говорят, система перекрестного финансирования заработает только, когда будут отремонтированы все ветхие дома. Но за это время состарится следующая партия, которой тоже срочно нужно будет капиталить. И ремонты будут откладываться. Очевидно, проблему могут решить только мощные денежные вливания. Откуда их взять? Конечно, у собственника. Такой теперь закон. Продолжение следует...